Итак, кто не смотрел шорт, там я снял ДТП. Всем привет! В общем, с Алматы выезжаешь, дорога подсыпана, почищена, сухая, до границы областей. Кто знает, это со стороны Бишкека или Тараза, если едешь, после Атарского поста, где заканчивается широкая дорога, начинается узкая. Это граница областей Джамбульской и Алматинской областей, если я не ошибаюсь. Вот до этой границы Алматинская область вся подсыпана, вся почищена, сухой асфальт, можно сказать. Ну, местами мокрый, конечно, но тем не менее, ни гололеда, ничего нету. Стоило выехать в Джамбульскую область, все не посыпано, не почищено, все стоят. ДТП масса, кому интересно, шорс посмотрите, я выложил. Мерседес залетел просто под фуру. Но, слава богу, вроде, ну как водитель живой, по крайней мере, я видел, остановиться не было возможности. Ну, вроде живой водитель, по крайней мере, остальные не знаю. Просто почему так происходит, вроде бы, одна страна, одна республика, Казахстан, но промежуток вот этот, да, именно после границы областей, Джамбульская область вообще не чистится, не сыпется. Как вот это можно понять? По Алматинской области ехать просто в радость. Чистенькая сухая дорога, едешь себе спокойненько, ни о чем не думаешь. А вот тут все, все вон стоят, никто даже не пытается ехать, потому что перевал тоже не почищен, не подсыпан. Тут скользко ехать невозможно, двигаемся, он 10 км в час, еле-еле, кто может. С той стороны он тоже не почищен, не подсыпан, ничего его нету, никаких условий для движения. Кто может объяснить мне, почему происходит так, что одна область почищена, все хорошо, сухой асфальт, проезжаешь 150, грубо, километров, и все, и начинается какая-то прям Аляска, я не знаю. Напишите в комментарии свое мнение по этому поводу. На перевале та же самая ситуация. Вроде как подсыпано чуть-чуть, но непонятно чем. Все, стоим прямо на подъеме. Вон там КДМ-ка стоит. То ли она не может двинуться, то ли что, непонятно. Короче, зависли. Температура за бортом минус 5. А что будет в минус 30? Вообще из дома никто не выйдет, да? А вот это, кстати, отдельный вид мамонтов, которым похрен где ехать, главное ехать. Перекрыли всю встречку. Интересно, а как теперь встречка будет ехать? Тут и так вон уже в три ряда стоим. Они еще четвертый сделали, полностью всю дорогу перекрыли. Вон там их сколько сзади. Некоторые вон разворачиваются. Но многие едут на встречу судьбе мамонты, что сказать. Наверное, водительское удостоверение на скотском рынке покупали. О, а вот и встречка пожаловала. О, нанофура. Все, все мамонты назад сдают. Будут парковаться, наверное. Здесь уже паркинг устроили. Слева, блин, стекло грязное. Разъезжаются. Ну, как разъезжаются. Пытаются, по крайней мере. Навстречка стоит, ждет теперь. Давай-давай. Регулировщик появился тут. Добровольный. Те вон там паркуются. Ну, еще один. Красавчики, чошь, я могу сказать еще. Молодцы. Все, всех разогнали. Идет встречка. Давай-давай, Вольвочка. Все, встречка проходит. А мы все так же стоим, кстати. Уже часа полтора, наверное. Прям на подъеме. Курдайский перевал. БОДАЛЕВА. ГОДАЛЕВА. ВОЛНЫЙ СЕРОНИ. ТОММИ. А уранжи. БОДАЛЕВА. БОДАЛЕВА. Курдайский перевал. Подъеме. Продолжение следует... Да, видимо, там хороший затор наверху. Долго не было встречки, сейчас вон караван целый идет. Когда уже мы поедем? Непонятно. Приехала патрулька, пытаются что-то разрулить со встречкой. Опять вон там встречка, опять куча мамонтов вон слева стоит. Я вот что думаю, неужели они не могут закрыть, например, сверху перевал, чтобы никто не шел на спуск. Разгребсти все это, чтобы все, кто может, поднялись. И потом уже пустить на спуск. То есть сделать реверсное движение. Перекрыть сверху, перекрыть снизу и реверсом пускать машины. Нет, вот все мучаются, все стоят. Кто-то куда-то лезет непонятно куда. Сама патрулька даже не может теперь никуда доехать, никуда проехать. Встала так же, как и все. И все, стоит просто без движений. Пытаются что-то разрулить, что-то куда-то кого-то сдвинуть. А куда тут сдвигаться тут? Некуда, никого не сдвинуть, ничего. Дурдом, просто дурдом. Короче, ДПСники разворачивают всех. Ну, как всех, кто стоит против шерсти, разворачивают и отправляют назад, вниз. Хотя изначально можно было этого избежать, если просто перекрыть въезд на перевал. Не было бы ничего этого. Вон толпа собралась. Что-то решают. Всех разворачивают. Встречка бедная уже минут 40 стоит вон там. Ольвочка. Никуда не двигается. Ну, вроде расчищают ему дорогу. Не знаю, посмотрим, что как будет. Судя по всему, сотрудники ДПС услышали мою мысль. Встречки нету ни одной. Все, мы вырвались из этого плена. Сейчас поднимусь наверх, посмотрим, что там будет. Тут вон пурга метель начинается. За бортом уже минус 7. Сейчас посмотрим, что там наверху. Ну, теперь наверху творится жесть. Все вроде поднялись на самый верх. Тут капец, конечно. Теперь мы не можем спуститься, потому что такие же мамонты или олени, кому как угодно, забили все полосы просто. Теперь мы стоим, ждем, когда они рассосутся. Ну, наверху перевала, как и ожидалось, не чищено, не подсыпано, ничего. Просто катанка. Слов нет просто. Ну, камазик в кувете. Вон, бедолага, стащила. Что-то тут... О, спринтер на обоклёг. Ну, на спуске обычная каша, но хотя бы никого нету. Никаких пробок, ничего. Потихонечку буду спускаться. Ну, все, спустился с перевала. Все в порядке, еду на границу. Что хотел бы сказать в заключении. Если бы все олени, присущие на дороге, соблюдали правила дорожного движения, не лезли бы по встречке, по обочине и тому подобное, то ничего этого можно было бы не снимать и не чувствовать. То, что прочувствовал я. Ну, и второе. Если бы коммунальные службы вовремя выполняли свои обязанности, то, соответственно, опять же, ничего этого бы не было. Никаких заторов, никакого гололёда, никаких аварий, ничего подобного. Всем пока, всем удачи, берегите себя, аккуратнее на дорогах. Субтитры подогнал «Симон»!